Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Ти-Илим. 85-й Псалом. Добрались мы до него. Первое, что пишут об этом псалме, если ты хочешь найти благорасположение в глазах других, какого-то человека или что-то тебе нужно важного. Надо читать именно этот псалом перед этим. Вообще, сущность этого псалма, многие мудрецы рассказывают, что Творец мира опустил свою правду на землю. Он дал свою тору людям из плоти и крови, чтобы они усовершенствовали себя при ее помощи. И поэтому сказано в псалме, справедливость поведет человека, а он направит за ней вслед своей шеи. То есть праведные дела, совершенные человеком при жизни, говорят мудрецы, прокладывают ему путь к небесам. И когда наступает время душе покинуть этот мир, она пойдет по дороге, проложенной добрыми делами. В этом вот суть того, что рассказывается в этом псалме. Что еще у нас есть? Есть огромная такая примета хорошая, когда человек выходит дорогу, ты провожаешь его, обязательно дай дедаку. Это дай ему доллар, десять, шекель, я знаю, чтобы он передал это в том месте, где был. И это выводится из нашего Сигелима 85-го, с 14-го пасука. Именно о том, что перед ним пойдет справедливость. И вообще слово цедэк справедливость и дедака благотворительность имеет один корень. И это позволило мудрецам сделать хидуш о том, как важно давать дедаку перед дорогой. Как видим, эта традиция идет от царя Давида и источники в нашем 85-ом теле. Что еще? Написано, что если ты хочешь быть прощенным каким-то человеком, чтобы он тебя простил, чтобы он тебя услышал, чтобы он понял там, что-то такое. Читается этот тигерин, надо выйти на открытое небо, где нет крыши, и стать лицом на юг, и семь раз прочитать 85-й тигерин, и он помогает тому, чтобы человек тебя услышал. Есть еще очень интересное. Написано, что когда человек чувствует, что ему хочется или нужно привлечь благословение и удачу в жизнь. Да, это, наверное, всем хочется, но вот когда ты чувствуешь, что это надо, нужно произнести 85-й псалу и скаманой на 13-й пасук. Именно 13-й. Вот ты говоришь в 85-й на 13-й, и это помогает. Вообще написано еще, что для открытия сердца. Когда человек не усваивает какие-то святые вещи, не запоминает Тору, когда его сердце закрыто для духовности, надо взять финиковый мед, козье молоко, муку немножко, сделать пирожок такой, написать на нем сверху вот так вот аккуратненько 85-й псалом, испечить перед тем, как съесть его, попросить помощи неба. Говорят, что совершенно чудодейственно для открытия сердца. Все, пока. Брахавы от Слаха.